В разгар зимы Молчание нарушает Рассказы о птицах-охотниках. Первая серия Наша история начинается с этого персонажа. Птицы, покорившие воду. Рассказы о птицах-охотниках. Рассказная шея делает этих птиц уязвимыми. Но когда доходит до охоты, она становится огромным преимуществом. Длинные ноги также помогают охотиться. Для охоты на быстродвижущуюся рыбу охотнику необходимы гибкость и быстрая реакция. Несмотря на длину, шея большой белой цапли и серой цапли состоит из семи позвонков, как и шея человека. Острый клюв серой цапли работает как гарпун. Но его протокающая функция может стать причиной проблем. Обычное дело, если приспособление для еды является еще и клинком. Теперь цапли действуют немного осторожнее. В это время года плоскоголовая кефаль приплывает сюда на нерест. Паря на высоте более сотни метров, птица наблюдает за движением плоскоголовой кефали в потоке. В момент, когда кефаль поднимается над поверхностью воды, хищница спускается вниз и подхватывает рыбу когтями. Пузырьки воды поднимаются к поверхности, а рыба взмывает в небо. Размах крыльев птицы – 1 метр 80 сантиметров. Этот прославленный рыболов – скопа. На этот раз она может похвастать большим уловом. Для того, чтобы уменьшить сопротивление ветру, ее тело принимает форму прямой линии от головы до хвоста. Когти скопы – основа ее охотничьего мастерства. Они действуют почти как рыболовный крючок. У птицы четыре длинных острых когтя, загнутых внутрь. В момент соприкосновения с водой они расходятся в стороны. Форма когтей скопы напоминает блесну на удочке. При ловле рыбы на приманку и крючок изначально использовался только крючок, без наживки. Этот уникальный способ ловли рыбы действует так. Рыбак забрасывает крючок примерно на метр дальше косяка рыбы. Затем быстро тянет удочку назад, цепляя рыбу на острый крюк и вытягивает ее к себе. Скопа ловит рыбу аналогично, буквально мгновенно. Но подобный способ охоты приносит успех лишь в 30% случаев. Понятно, когда неудачу в охоте терпит неповоротливый хищник. Но скорость не единственная составляющая успеха. Скопа должна снизить скорость перед соприкосновением с водой. Если она этого не сделает, удар о поверхность воды может ее убить. Способность скопы контролировать скорость – ключ к ее успеху или неудаче. Она снова и снова парит над водой, выжидая подходящего момента. Она скользит по поверхности воды зорким глазом. Ей приходится серьезно потрудиться, чтобы добиться успеха хотя бы в трех случаях из десяти. Скопа использует различные способы охоты в зависимости от ситуации. Иногда ей приходится нырять, чтобы поймать рыбу, находящуюся глубоко под поверхностью воды. Скопа весит около двух килограммов. Обычно она охотится на рыбу весом около 300 граммов. Но иногда ее добыча весит почти столько же, сколько она сама. Чтобы охотиться на рыбу, находящуюся под водой, птица должна подхватывать ее в момент скольжения вдоль поверхности. Кажется, она постоянно действует так, будто это последний шанс поесть. Если повезет, птица за один раз подхватывает две рыбы. А иногда даже сразу три. Для рыб скопа – опасный охотник. Но для чаек она всего лишь другая птица с рыбой. Их цель – рыба, которую поймала скопа. В Корее скопа – мигрирующий посетитель, не считая нескольких регионов, где она зимует. Она не вьет здесь гнезда. Вместо них она устраивает временные жилища на деревьях с хорошим обзором. Для скопа – это непривычная обстановка. Скопа наслаждается мгновениями спокойствия. Но покой внезапно нарушают. Появляются надоедливые сороки. Они живут здесь круглый год. Странствующая скопа бессильна перед этими местными жителями. Скопа проведет здесь примерно месяц. Чтобы завершить предстоящее долгое путешествие, ей необходимо хорошенько подкрепиться. Внезапно на реке возникает переполох. Иногда самый простой способ – самый лучший. Эти птицы ждут рыбу, как яблоко, падающее с дерева. Этот воздушный сосед избрал легкий способ охоты, но с почти выдающимися результатами. Чтобы поймать добычу покрупнее, ему придется приложить больше усилий. В сравнении с другими водоплавающими птицами, чайки развили довольно широкий спектр охотничьих навыков. Их показатель выживаемости, соответственно, высок. Кража пищи у других – один из способов их выживания. Их единственная цель – добыть рыбу. Для чаек хищные птицы и даже другие чайки – всего лишь соперники, у которых есть рыба. Их единственная цель – один из способов их выживания. Тому, кто постиг повадки рыб, легче охотится. Эти желтые лапки великолепны. Инстинкт заставляет рыбу прятаться среди водных растений. Охотничья стратегия малой цапли основана на этом знании. Она трясет своими яркими желтыми ногами между водных растений. Встревоженная рыба срывается с места. Теперь удачная охота вполне вероятна. Их ноги трясутся, но глаза остаются сосредоточенными. Хищники должны всегда быть на шаг впереди добычи. Это ключ к успешной охоте. Основа охоты – понимание действий добычи. Дни становятся короче. Когда поднимается северный ветер, орлан-белохвост прилетает на корейский полуостров, чтобы перезимовать. Он заканчивает свое долгое путешествие в самое голодное время года. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня холод орежет ножом. Может показаться, что охота сегодня невозможна. Это молодой орлан-белохвост. Эти птицы совсем недавно покинули своих матерей. Сегодня ему повезло. Но он довольно неуклюж в охоте. Хорошо, что он брезгует падалью. Пара диких уток торопится наполнить желудки. Им тоже непросто находить пропитание зимой. Поэтому птицы подхватывают всю пищу, которую удается найти. Эти два взрослых орлана-белохвоста дрожат от холода. Орлан-белохвост – крупный и мощный хищник. Его длина – один метр, а размах крыльев – два метра сорок сантиметров. Ему приходится ежедневно потреблять большое количество пищи, чтобы поддерживать такие размеры. Иногда он охотится на других птиц и млекопитающих, но основной рацион составляет рыба. Орлан-белохвост парит в восходящем потоке воздуха. Но он не способен менять направление полета так же быстро, как другие хищные птицы. Причина – его огромный размер. Это рыба-корнет. Ее длина – около 70 сантиметров. Орлан-белохвост – крупная птица. Естественно, и его добыча тоже велика. Немногие птицы способны летать, держа в когтях рыбу такого веса. Когда зима уходит в прошлое, хлопанье крыльев чаек становится спокойнее. Вода снова теплеет. И те, кто живет у воды, вновь становятся активны. Для зимородка обыкновенного наступает напряженное время. Это пара обыкновенных зимородков. Справа с красным клювом – самка. Ее настойчивость не дает покоя самцу. Субтитры создавал DimaTorzok Улов зажат в клюве, и зимородок торопится улететь. Ой, вы что-то уронили. Не волнуйтесь, никто ничего не заметил. Подводный мир заметно отличается от того, что мы видим сверху. Проходя сквозь поверхность воды, свет искривляется. Из-за преломления света кажется, что находящаяся под водой рыба гораздо ближе, чем на самом деле. Зимородок знает об этом. Но даже такой опытный охотник может промахнуться на несколько сантиметров мимо цели. Зимородок научился своему ремеслу путем множества проб и ошибок. Эта рыба – символ ухаживания самца. Теперь самцу-зимородку, возможно, придется нырять гораздо чаще. А каков первый закон охоты? Не попадись в своей добычу. Некоторые рыбы обладают полем зрения до 270 градусов. Они ощущают движение со всех направлений. Засада. Вот стратегия, избранная этой птицей. Пискарь, пойманный зеленой цаплей, должно быть, не заметил приближения нападающего. Рыба идет вверх по течению, за перекат. Все знают, где искать пищу. Но среди птиц идет жестокая конкуренция за отличное место кормления. Более крупная и более сильная цапля занимает лучшее положение. Рыба должна подняться вверх по течению за перекат для размножения. Инстинкт подвергает ее серьезной опасности. Идет сезон муссонов. Предсказать внезапное изменение погоды невозможно. Зеленая цапля держится за удобное место охоты, которое ей удалось найти. Она выглядит сосредоточенной и серьезной. Белая цапля, ранее занимавшая это место, улетела. И ожидавшая этого зеленая цапля, воспользовалась предоставленной возможностью. Никто не знает, когда и где из воды выпрыгнет рыба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ноги и шеи зеленой цапли короче, чем у белой. Поэтому она изо всех сил сжимает пальцы, чтобы дотянуться до рыбы и поймать ее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дождь наконец прекратился. Из-за осадков вода в реке поднялась. Зеленая цапля нашла новое место для охоты. Она знает, что охотиться с берега бурлящей реки непросто. Поэтому выбирает высокое дерево, недоступное взгляду рыбы. Каждый шаг делается осторожно, как при ходьбе по натянутому канату. Поиск пищи может быть таким же рискованным, как проход по канату. Теперь остается только ждать. Зеленая цапля Охотник, знающий повадки добычи и умеющий использовать преимущества окружающей обстановки. Это маленькая рисовая делянка, расположенная под самым обрывом. Луговой кузнечик падает на воду. Для такого маленького насекомого поверхностное натяжение воды опаснее, чем силы тяжести. Но водомерки знают, как использовать поверхностное натяжение для получения преимущества. Вода для них – целый мир. Борьба продолжается недолго. На небольшой рисовой делянке четко прослеживается пищевая цепочка. Но иногда отчаянная жажда жизни помогает одержать победу. Ряска становится спасательным платом для кузнечика. Он едва не погиб. Спасся, но лишь чудом. Неподалеку одно существо наблюдало за всем этим переполохом с самого начала. Это ошейниковый зимородок – летняя птица Корейского полуострова. Его оранжевый клюв и голубые перья являют собой красочный контраст. Наступил брачный сезон. Птица с ящерицей в клюве – это самец. Сейчас он занят ухаживанием, пытается привлечь внимание самки едой. Скрытые охотничьи навыки ошейникового зимородка заключены в его длинном крупном клюве. На этот раз, однако, его добыча оказалась чуть быстрее. Ошейниковый зимородок – всеяден. Он питается разнообразной пищей – от водоплавающих насекомых до небольших змей. Среди его любимых деликатесов – лягушки и мелкая рыба. Ошейниковый зимородок принадлежит к семейству зимородковых. Он обладает превосходными охотничьими навыками. Способ ловли зависит от потенциальной добычи. Небольшую рыбу можно схватить, скользнув в воду. Но добычу покрупнее он протыкает клювом. Субтитры создавал DimaTorzok В это время года он охотится в основном для своего потомства. Пока птенцы не покинут родителей, охота будет продолжаться непрерывно. А вот и еще одно существо, обладающее охотничьими навыками, отличными от всех, что мы видели ранее. Это бурая оляпка. Ее дом – гнездо, похожее на коричневый мох. Эта птица – постоянный обитатель ущелий и невысоких гор Корейского полуострова. Она в два раза крупнее воробья. Стиль охоты бурая оляпки чуть более агрессивен. Она ныряет прямо в воду. У нее нет перепончатых лапок, но это не создает ни малейших проблем. Все благодаря тому, что ее крылья действуют, как рыбьи плавники. Вместо рыбьей чешуи ее тело покрыто водостойкими перьями. Перед нырянием она покрывает все тело жиром с хвостовых перьев. Теперь все готово для погони за добычей. Бурая оляпка питается мелкой рыбой и водяными насекомыми, которых она ловит, ныряя на мелководье. Ее крылья двигаются, как рыбьи плавники. Размеры подводных насекомых малы, зато они достаточно питательны для этих птиц. Сейчас она ищет личинку ручейника. Эти личинки создают трубкообразные гнезда, используя окружающие мелкие камни. На первый взгляд этот дом напоминает лист или камень, поэтому его сложно обнаружить. Бурая оляпка нашла свою цель. Она обнаружила одну личинку ручейника, но застряла в листве и не может поднять свою добычу. Различие между бурая оляпкой и рыбой в том, что первая не может дышать под водой. Она может провести в воде лишь около 30 секунд. Она ныряет снова. На этот раз успешно. Личинка ручейника – непростая добыча. Но эта птица знает, как с ней поступать. Иногда она разбивает пищу собственной головы. Наконец, она может оторвать кусок. Для охоты на более крупную добычу птицам приходится нырять глубже и дольше оставаться под водой. Это баклан. Под водой он действует так же уверенно и искусно, как любая рыба. Охотничьи навыки баклана связаны с его лапами. У него хорошо развитые перепончатые лапы. У уток и пингвинов на лапах в основном по две перепонки. У баклана же их три. Перепончатые лапы действуют наподобие пропеллера, позволяя птицам плавать под водой на большой скорости. Также они помогают управлять направлением. Баклан может нырять на глубину до 45 метров. Опускаясь на такие глубины, он плотно прижимает крылья к телу, чтобы уменьшить сопротивление воды. Баклан может поймать даже китайского гольца, обитающего в придонных водах. Но эта рыба гибкая и сильная. Ловить ее непросто. Лапы баклана расположены ближе к задней части тела, чем у других птиц. Это еще один секрет, объясняющий его большую скорость под водой. Китайский галец гибкий и извивающийся. Ухватить его довольно тяжело. Охотничьи навыки важны, но только настойчивость в конце концов определяет результат. Успех или поражение. Баклан обладает водостойкими перьями, позволяющими нырять глубже. Без них он теряет плавучесть. Это значит, что после подводной охоты ему еще предстоит работа. Он сушит свои перья на солнце. Когда жарко, он вибрирует местом, расположенным прямо под клювом. Это помогает снизить температуру тела. Баклан прыгает в воду, чтобы найти пищу. Он плавает вместо того, чтобы хлопать крыльями. Его охотничья стратегия, чтобы поймать рыбу, надо стать рыбой. Все заканчивается здесь, этой рыбой. Некоторые птицы подхватывают рыбу. Другие подкрадываются к рыбе. Некоторые пугают рыбу. Другие двигаются быстрее рыбы. А некоторые плавают под водой, как рыба. Птицы знают и понимают свою добычу. В битве за выживание они становятся такими же, как их добыча. В этом и заключена суть охоты. Иисус Brother Alondra Надя Иксом Петро Немного История Всеспонд Это Субтитры подогнал «Симон» Их тела пронзил мастер Это бойня. Вот как можно это назвать Рассказы о птицах-охотниках. Вторая серия Охота. Суть выживания. Здесь охотилась эта птица. Но она поедает свою добычу не сразу. Вместо этого она ищет место, чтобы ее спрятать. Пролетая то тут, то там, она оставляет позади себя кровавый след. Эту птицу считают агрессивной и жестокой. Иногда ее называют птичьим ангелом смерти. Она называется сорокопут или птицемясник. Подходящее имя. Сорокопут использует шипы акации и апельсиновых деревьев, насаживая на них свою добычу. Словно принося какую-то жертву птичьему богу. Сорокопут мал, но тем не менее это хищная птица. В сравнении с более крупными коллегами, его когти не так хорошо развиты. Поэтому он сперва накалывает добычу на шипы, а уже затем поедает. Клюв у него, однако, такой же сильный, как у любой другой хищной птицы. Верхняя часть клюва сорокопута длиннее, чем нижняя, и загнута вниз на конце. На нижней поверхности верхней части клюва костный выступ, с помощью которого птица дробит добычу. Подобными особенностями строения клюва обладают и другие хищные птицы. Такие, как большой ястреб и пустельга. Сорокопут, чуть крупнее воробья, является постоянным обитателем корейского полуострова. Он охотится на добычу, о которой другие мелкие птицы и не мечтают. Кажется, что сорокопуту неведом страх. Найдя добычу, он жестоко бьет по ее жизненно важным точкам. У змеи самая уязвимая часть тела – голова. Сорокопут неустанно атакует ее. И вот змея свисает с дерева. Игра окончена. Сорокопут действует быстро и аккуратно. После убийства он кажется таким равнодушным, словно смерть змеи вообще ничего не значит. Сорокопут протыкает свою пищу. Существует несколько теорий, объясняющих подобные необычные поведения. По одной из них, таким образом он сохраняет еду до зимы. Еще одно объяснение состоит в том, что так он метит свою территорию. Некоторые считают, что таким способом самец ухаживает за самкой. И, наконец, кое-кто считает, что сорокопуту просто нравится убивать. Все эти теории кажутся убедительными. Но совершенно ясно одно. Это поведение обусловлено не обучением, а инстинктом. Это заложено в его природе. Когда зимой запас пищи иссякнет, сорокопут вернется на место своих убийств. Уже поздняя осень. Мышь-палевка большую часть времени проводит в глубокой сложной норе. Но она не хранит в ней пищу. Ей приходится покидать нору, чтобы найти еду. Это чрезвычайно опасная ситуация. Перед нами корейский конюк. Широкий размах крыльев позволяет ему скользить в воздушном потоке. Чтобы заметить мелкое движение внизу, необходимо острое зрение. Корейский конюк относится к семейству истребиных, так же, как и орел. Это крупная плотоядная птица. Размах крыльев позволяет ему плавно скользить в воздушном потоке, прилагая минимум усилий. Иногда он замирает в воздухе и ищет еду. Это называется парением. Он находит добычу, то скользя, то паря над землей. Похоже, он что-то нашел. Ой, он промахнулся мимо цели. На самом деле полет — дополнительная активность для птиц. Поэтому корейский конюк большую часть дня проводит, выглядывая пищу с высоких ветвей или искусственных сооружений, например, со столбов. Это гораздо удобнее, чем летать. Рисовое поле может показаться слишком широким для поиска мелкой добычи. Но для корейского конюка оно как крошечная лужайка перед домом. У хищных птиц зрение в среднем в 8 раз острее, чем у человека. У них в глазу примерно в 5 раз больше оптических клеток, чем у человека. Это дает им возможность различать гораздо больше цветов, чем мы. В этом заключается один из ключей к их охотничьим успехам. КОНЕЦ Благодаря своим охотничьим навыкам конюк сыт. Он использует большие острые когти, как человек руки. Держит и разрывает ими добычу. Перед нами лежит широкое рисовое поле. Здесь нет деревьев или столбов, с которых можно было бы осматривать территорию. Как птицы могут здесь охотиться? Возможно, этой птице удастся достичь успеха. Это пустельга, и она может продолжительно парить на одном месте даже лучше, чем корейский конюк. Она замирает над одной точкой, ожесточенно хлопая крыльями. Словно столб, с которого можно вести наблюдение, установлен прямо в воздухе. Пустельга относится к семейству соколиных. Обычно она питается полевыми мышами. Она обладает еще одним важным приспособлением для охоты. Ее глаза видят в ультрафиолетовом спектре. Полевая мышь метит свою территорию уриной. Она содержит особый пигмент, который виден в ультрафиолете. Другими словами, мышь оставляет след, куда бы ни пошла. Это позволяет пустельге сразу же увидеть, куда направляется добыча. Вот что видит пустельга. Сейчас пустельга ждет, когда добыча выйдет из норы. Как бы сильно птица не била крыльями, голова ее остается неподвижной. Теперь она бросается вниз со своего наблюдательного поста в воздухе. Не слышно приближается к добыче. Корейский конюк и пустельга обычно просто ждут, чтобы добыча показалась на виду. Мелкие птицы летают над тростниковым полем. Семена тростника – хороший источник питательных веществ. А сам тростник обеспечивает надежное место для укрытия от хищников. Хищным птицам, пытающимся найти здесь пищу, приходится использовать другой подход. Это полевой лунь. Он зимует в Корее. Обычно питается мышами. Кажется, что он случайным образом скользит над тростником, раскинув V-образные крылья. Но на самом деле он пытается обнаружить движение. Он что-то нашел. Меняет направление и возвращается. Мгновенно поворачивает на 180 градусов. Стремительно приближается к возможной добыче, но опаздывает. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Но он не обращает внимания на неудачу. Поиск продолжается. Продолжение следует... Песня крапивника стихает по мере того, как замерзает. Мерзает его тело. Температура минус 20 градусов Цельсия. Резкое похолодание убило комаров. Комары – мелкие насекомые, похожие на москитов, но состоящие целиком из протеина. Они – незаменимый источник пищи для птиц зимой. Японская трясогуска собирает мертвых комаров, изящно пробираясь по ледяной воде. Должно быть, это очень больно. Она меняет опору прежде, чем льдина погрузится в поток. Крапивник подумывает повторить за японское трясогуска и ее действия. Но все же решает поступить иначе. Он подбирает комаров, упавших в воду между растениями. Короткая шея и ноги не доставляют ему неудобства. Крупным птицам непросто пережить это время года. Ястреб-тервятник охотится на крякву, почти соответствующую ему по размеру. Ястреб-тервятник умеет пользоваться ветром. Обычно он охотится на фазанов, но ему одинаково хорошо удается охота и в горах, и на воде. Эту добычу слишком тяжело нести, поэтому он просто наполнит желудок, чем успеет. Но прежде чем поесть, ему придется выщипать перья. И, наконец, первый кусок. Но появляется другая птица и отнимает его трофей. Филин, король ночи, в два раза превосходящий ястреба-тервятника по размеру. Эти ночные птицы редко показываются в дневное время. Это крупная хищная птица длиной 70 сантиметров и с размахом крыльев 2 метра. Он выглядит спокойным, будто делая вид, что и не крал эту еду. Ястреб-тервятник взбудоражен. Филин не обращает внимания на ястреба-тервятника и начинает рвать его добычу. Теперь он дерзко уносит пищу в другое место. Ястреб-тервятник остается ни с чем. Через 10 минут ястреб-тервятник сдается, и напряженная ситуация завершается. Ястреб-тервятник и филин, дневной и ночной охотники, живут в разных временных зонах. Причиной их встречи стал отчаянный голод. Земля начинает согреваться. Снег тает, и на свет появляется то, что было скрыто. Перезимовавший кузнечик оказывается на всеобщем обозрении. Мы вспоминаем, что многие вещи существуют, даже если мы их не видим. Продолжение следует... Для этой только что вылупившейся гусеницы мир полон пищи. Прежде чем окуклиться, она должна наполнить желудок. Знакомый звук. Кукушка встречается в корейских лесах и горах. Она известна привычкой откладывать яйца в гнезда других птиц. Кукушка в основном питается насекомыми. Только что она добыла личинку садового тигрового мотылька. Гусениц любят все птицы. Чистый звук разносится по лесу. Это синяя мухоловка. Этот вид птиц получил свое имя за ловлю пищи в полете. Субтитры создавал DimaTorzok Длинные волоски вокруг клюва, как вибриссы у кошачьих, помогают обнаруживать вибрации мелких насекомых. Способность ловить насекомых, сидящих на веточках, прямо в полете, уникальна. И присуща только синей мухоловке. Для ловли более крупных насекомых необходимо существа побольше. У этой птицы голубоватое тело и оранжевый клюв. Это долларовая птица. У этого конкретного вида клюв довольно широкий относительно головы, что удобно при ловле летающих насекомых. Еще ее называют широкоротом по той же причине. Долларовая птица питается летающими насекомыми. Ее любимая пища – стрекозы. Субтитры создавал DimaTorzok Довольно много пищи можно найти и под землей. Это земляные черви, восполняющие питательность почвы. Они проводят всю жизнь под землей, наполняя землю питательными веществами и жирами. Также они являются любимой пищей птиц. А вот следы еще одного существа, чья жизнь зависит от почвы. Это медведка. Ее передние лапы достаточно широкие и сильные, чтобы рыть норы, как это делают кроты. Днем она редко поднимается на поверхность, поэтому птицам сложно ее поймать. Сложно всем, кроме этого создания. Он шагает, как солдат на битву. У Дот – летняя птица, но встречается довольно редко. Ему дали такое название из-за звуков, которые он издает. Хохолок на его голове напоминает головной убор вождя. Иногда его даже называют «птица-вождь». Сейчас он клюет следы медведки, которую почти никогда не бывает видно на поверхности. Но у Дот может выяснить, где именно она находится, просто тыча клювом в землю. Вот так вот. Наконец, у Дот ведет со счетом 1-0. В брачный сезон медведки составляют до 80% рациона у Дота. Излишне говорить, что клюв элегантной птицы в это время года полон земли. Судя по положению хохолка, он в хорошем настроении. Это китайский ястреб-перепелятник. Он часто встречается летом и является хищной птицей. Его что-то встревожило, и он улетает. Кто-то другой нападает на китайского ястреба-перепелятника. Ворону серьезно беспокоит этот ястреб. Птица возвращается, успешно прогнав чужаков. Она называется чеглок. Во время брачного сезона эта территория принадлежит чеглоку. Все враги, посмевшие посягнуть на его территорию, должны быть немедленно изгнаны. Чеглок проводит лето на корейском полуострове. Чеглок — хищная птица высотой около 30 сантиметров. Говорят, что чеглок настолько искусен в охоте, что даже другие птицы им восхищаются. Обычно он ловит мелких птиц, но иногда лакомится и насекомыми на закуску. Чеглок так изящен в полете благодаря своим крыльям. В отличие от птиц, семейство ристребиных, таких как орлан-белохвост, корейский конюк или пустельга, похожих по размеру, крылья чеглока длинные и узкие. Это вызывает неудобство при парении в воздушном потоке, но позволяет делать быстрые повороты и стремительно настигать добычу. При взгляде на его крылья может даже показаться, что это воробей, а не хищная птица. Птицам нужно готовиться к охоте. Это значит, нужно позаботиться о хвостовых перьях. Хвостовые перья чрезвычайно важны при смене направления или скорости полета. Естественно, их необходимо содержать в наилучшем состоянии. Чеглок способен поймать даже ласточку, произвольно меняющую направление полета. Благодаря узким крыльям и раздвоенному хвосту ласточка может менять направление в любой момент. Чеглок преследует ласточку. Чеглок довольно искусен в воздушной охоте, но в целом не идеален. Он не способен в полной мере использовать свое мастерство в густозаросших местах, к примеру, в кустах или в лесу. Ласточка, в конце концов, прячется от него в кустах. Обычно летом ласточки летают над рисовыми полями, очень быстро и невысоко, чтобы ловить насекомых. Такую птицу поймать непросто. Чеглок должен завершить охоту до того, как ласточка скроется в кустарнике. КОНЕЦ Секрет удачи или провала охоты заключается в том, что хищник должен быть быстрее и настойчивее своей добычи. В то мгновение, когда хищник превосходит добычу в мастерстве, охота приносит успех. С приходом осени рисовое поле становится золотым. Даже после сбора риса здесь остается достаточно пищи для птиц. Мелкие птицы собираются в поле, чтобы собирать упавшие зерна. Среди них и воробей. Задача кажется простой, но чтобы добраться до зерна, требуется большой опыт и сосредоточенность. Мелкие птицы собираются в кустарнике. Все происходит прямо у нас на глазах. Для того, чтобы справиться с крупными кусками еды, требуется особое строение клюва. У корейского дубоноса исключительно большой клюв. Он определяет, есть ли внутри фасоль с первого же нажима. Он перекатывает фасоль в клюве, а затем удаляет шелуху. Музыка 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 А как птицам удается добраться до семян подсолнечника? Корейский дубонос знает, что у семян подсолнечника двойная шелуха. Задача не выполнена, когда удаляется внешняя шелуха. Он обрезает уголки семечка, чтобы отделить второй слой. Затем удаляет внутреннюю оболочку. После этого птице достается ядро. В этом процессе важную роль играют большой клюв и уникальная форма языка дубоноса. Шершавый язык поддерживает перекатывающееся зерно. Даже птицам без крепкого клюва нравятся семена подсолнечника. Это большая синица. Но она не умеет лущить семена так хорошо, как корейский дубонос. Как же она съест арахис? Ведь он крупнее, и его скорлупа жестче. У синицы маленький клюв и маленькие лапки. Ей не хватит, Тил, справиться с такими твердыми орехами, как кедровый или арахис. Ой, она потеряла равновесие. Но она не сдается. У большой синицы нет ни особых умений, ни уникального строения тела. Но она переносит зиму, как и остальные птицы, в ожидании весны. Ей помогают выжить не охотничьи навыки, а воля к жизни. Все птицы вырабатывают собственные уникальные способы охоты. Они – неотъемлемая часть их стратегии выживания. Тщательный осмотр огромного поля. Парение в небе, словно дежурство на невидимой сторожевой башне. Использование шипов для хранения добычи. И использование органов чувств для обнаружения добычи под землей. Но в конечном счете охоту делают удачные не навыки сами по себе. Эти птицы добиваются успеха, объединяя упорство не просто со стремлением выжить, но с потребностью добиться успеха. Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok